Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Alive и есть у меня пара новостей по этой игре. Ну, первое, пока что, да, у нас еще не наступил час че, мы еще пока что в игре, нас не заблокировали. Второй момент, так, у нас, как видите, немножко изменился интерфейс, есть такая программка, называется Rotation Orientation, короче, в Play Market есть. И эта программка может принудительно заставить игру работать не вертикально, как у нас работает Jurassic World Alive, а ее как бы немножко растянуть и горизонтально. В общем-то, сейчас вы увидите, как это выглядит, из-за этого страдает качество, но арена, конечно, выглядит намного приятнее. Не знаю, почему разработчики не дают возможность нам так играть, может они со временем это добавят. В общем, обо всем по порядку, давайте сейчас мы создадим это эпических спинозавриков, я наконец-то смогу создать хотя бы там на один-два уровня качну их. Немножко они начали появляться у меня уже, там где я тусуюсь, ну да, на два уровня. Смотрите, как классно это выглядит, да? Блин, ну все видно, хвост помещается, голова помещается, ну то есть в игре же получается есть такая возможность, раз мы можем это принудительно сделать. Да, почему разработчики ее не сделают как-то по-людски, чтобы картинка была, вот, качество, конечно, немножко страдает, да? Ну, с другой стороны, у нас картинка увеличена в несколько раз. Спинич, давайте его подразним. Давай еще раз. Так, это его вторая анимация вверх, а первая анимация вот так. Класс! Классно выглядит. Так, ну мы его качнули на 12 левел, ух ты, прикольно. Такая у нас гигантская шторка, так, 1970 жизни, 632 сила удара. Так, ну естественно, как у всех спинозавридов, есть удар с кровотечением, наносит урона 0.66 за ход, то есть не 0.5, а 0.66, то есть у эпического спинника коэффициент этот больше кровотечения. И есть ярость, двойной урон. Кстати, этого полуводного спинозавра гораздо кости, а я кстати прочитал, гораздо плотнее, чем у других динозавров. Это улучшает его плавучесть во время ловли рыбы. То есть более тяжелые кости улучшают плавучесть, это как? Они наоборот ухудшают, это чтобы он нырять мог хорошо, разве что это хорошо. Но это говорит о том, что да, он не зря как бы говорится, что он весил там 15 тонн, а может и даже 20, потому что он был существенно тяжелее Терекса. Такие дела, у нас 12 левел, не знаю куда нам хватит его, не хватит, качнуть еще и весь, ребятки, новость. Новость, новость, новость. Смотрите, что у меня есть. Та-дам! Короче, ребята, я купил. Купил блю. Вы же знаете, что я провтыкал тот день, когда они были на карте и, в общем-то, их не поймал. У меня не было блю. Да? Ну, в общем-то, я нашел тоже группу ВКонтакте, где там при определенных условиях нельзя купить любого динозавра. Но там каждую неделю есть какой-то список, когда можно купить там одного, второго, третьего динозавра. И вот на этой неделе, которая прошла, были блю, их можно было прикупить. В общем-то, я себе купил, вот видите, у меня еще 5000 генов осталось, я качнул ее на 15 левел. Вот такая вот дела. Ссылочка, ссылочку я оставлю в описании. Также, кстати, в этой же группе я узнал вот про эту программу Rotation Orientation. Ну, я вам в конце покажу ярлы, как она выглядит. Потому что сейчас, если я свернусь на рабочий стол, программу заглючит. Ну, то есть, картинка у нас испортится. Переключаться между приложениями она что-то не любит. Давайте посмотрим на 15 левел Эпическая Блю. 131 скоростью обычного Раптора 132, как вы знаете. У нас есть броня 10%, есть шанс крита. Так, жизни 1700. Это у нас 15 левел, да? Сейчас мы сравним. У меня Велосераптор такого же уровня. Потом 673 урона. Но, как урон, по-моему, будет существенно слабее и жизни больше. Так, обычный удар. Минус 50 к урону нацелен. То есть, наскок. Так же, как и у Раптора. То есть, два обычных удара, как у Раптора. Но есть еще Short Defense. Короткая защита. Щит на 50% на два хода. В мире южского периода Блю была бета-самкой. Созданной Оуэн Грэйди. А что, почему бета-самка? То есть, он альфа, а она бета в этом плане, что она была главной среди Рапторов. В отличие от других динозавров мира южского периода, Блю принимает осознанное решение в отношениях с людьми и другими динозаврами. Но это просто какой-то результат генетических мутаций. Не знаю чего. Так, давайте сейчас мы посмотрим на... А, обычный Раптор у меня 16-го левела. Давайте смотреть. То есть, 16-й левел. Ну, качать обычного Раптора нужно. То есть, как бы дальше качать Блю я сейчас не буду. Потому что... Потому что, потому что. Она по скорости все-таки уступает. Но у нее жизни намного больше. Да, у нее намного больше жизни она может тащить. То есть, два удара выдержит. То есть, если Раптор ей один удар, не от всех выдержит. То там, да. Генетики сделали велосераптора заметно крупнее, чем позволяет предположить реальные окаменелости. Этого мощного хищника можно назвать волком мира южского периода. Не волком, а львом. Львом. Если обычный велосераптор это как гиеновые собаки. Такие, знаете, есть небольшие такие прикольные собаки. Гиеновые. То это... Это лев. Ну, он размерами с ютораптором. Ну, по крайней мере, здесь нам точно написали, да. Что, мол, это просто генетически модифицированный Раптор. То есть, то... То есть, гибрид. Так, давайте мы изменим команду. Сейчас у нас будут тяжелые наши битвы, так сказать. Потому давайте будем брать нашу крепкую команду. Так, кого мы будем брать? Не знаю. Может пойти всеми хищниками, ребята? Давайте повоюем сейчас всеми хищниками. Ну, и... А я имею в виду, амфибий тоже сюда включаю. То есть, не будет у нас танков. Ну, чисто... Ой, что я говорю? Не будет танков. И... И кого еще мы можем взять тогда? Больше некого взять. А, есть горгазух. То есть, панатный. Команда у нас такая не супер... Супер-пупер. Но... Сойдет. Кстати, готово. И давайте мы такие Рапторы качнем. Я уже давно говорил вам, что хочу качнуть на 17 левел. И давайте вот мы это сделаем. Урон 838. Брони нет. Шанс крита такой же, как и у Блю. Скорость на единичку больше. Жизни, конечно, в полтора раза меньше. Так. Ну, у нас еще денежки остались. Это за... Период сундуков я насобирал. Все по чесноку, ребята. То есть, монеток возможности купить пока что нет. Так что вам... Сказал вам все как есть. Ну что. Давайте будем мчаться. Мчаться в битву. Так. Ну, кубки я пока не сбрасывал. Все время уходит на то, чтобы собирать монеты и как бы ловить динозавру. Времени особо драться не остается. Ну, погнали. Ну, этого уровня динозавров более чем достаточно. То есть... Не совсем, да, понятно, как подбирается уровень противника. Но нельзя сказать, что он подбирается только под твоих динозавров. Потому что уровень арены должен играть. Потому что арена это общее для всех. Ну что. Давайте будем побеждать. Кто нам попался? Нам попалась Блю. Ой, какой Блю. Обычный Раптор нам попался. Смотрите, как красиво картинка-то выглядит, а. Ну, она, конечно, немножко зернистая, но... Невосприимчив. Да, это у нас... Так, ну... Мы выжили, это хорошо. 12-й левел. Слабенький противник нам попался на этот раз. Так, ну он подменился. Мы сейчас его продамажим по полной. И у него ему не... Что это было? Он ослабил нам атаку. У него был опереждающий этот удар. Ну и получи то же самое. Ну мы умрем, конечно. Но мы выжили. Это, конечно, что-то с чем-то. Так, кто у нас тут побыстрее? Там много кто побыстрее. Давайте братишку его вызовем. Гибрид. На гибрида. Блин, ну это классно выглядит. Классно выглядит, конечно. Ну, обычным. Опять же, я говорю, что надо использовать сильный удар. Вот по этой причине. Ну, даже сильный удар бы его, наверное, не пробил. Но с кровотечением нужно было атаковать. Так, ну это был всего лишь легкая отсрочка его смерти. Мы еще с критом нормально пробили. Так, появился Рекси. Рекси, Пекси, Фекси. Нужно срочно снизить ему атаку. Ну смотри, противник попался нам слабый на данный момент. Умри от потери крови. Ладно. Не дождались мы этого момента. Но пока что противник слабенький попался. Стегич. Ах, крита. Крита поймали, ребята. Ну, что поделаешь, бывает. Так, у кого у нас тут есть удары сквозь броню? Ух ты. Ну, конечно, так не очень прикольно видно. Ничь. 2400 жизни у него. У него разве было так много жизни? Ну, ударил слабо, честно говоря. Но мы не восприимчивы к всяким там замедлениям и прочей лабуде. Ну, кстати, у него удары были сквозь щит, не сквозь броню. Так что это был выбор не оптимальный. Так, 15-ти минуточка нам попалась. Сразу ее ставим. И помчались дальше. Так. Так что, в общем-то, пишите. Если вам нравится вот такая вот картинка. Немножко в ступенечку. Немножко зернистая, но на весь экран. То будем сражаться вот так. Я не против. Возьмем Индоминус. Опять же, в Индоминусе я не люблю использовать... Использовать невидимость сразу же. Потому что второй удар... У него будет идти... С параличом. И лучше нам, конечно, пережить этот паралич. В невидимости. Ой, черт. Это касается... Касалось не Индоминус, а... Ну... Да, нам не фартануло. Но противник, смотрите, опять же слабый. 11-й левел. Так что, как бы, сброс уровней... Работает. То есть, понижение варенья... Все работает. Так, ну здесь нам надо меняться. Обычный удар он сделал. Это зря. А, хотя нет, не зря. Блин, пробил. Хитрец. Так, ну, надеюсь, броня... У тебя есть. Ладно, не понадобилось. Рекси, Рекси, Пекси. Отгреби, Рекси. Ай, крит был. Нормально. Отлично. Помчались дальше. Мы еще же не сразились с Блю. Блюй, мы требуем Блю. А вот и наша Блю. Ну, давай, красотка. Так, он ходит первым. Ну, он наскок, и мы наскок. Так, ну, выжила Блюшка. Затащила она обычного Раптора. И сейчас еще нормально. Эрлика, да? Ну, тут, конечно, есть косячок в этом приколе. Не видно... Не видно, какой у нас удар. Так, он себе скорость повысил. Гад такой. Ну, да, больно было. Удар у нас тоже есть со снижением. Ослабление и усиление. Так, мы пока живем. У нас паралич уже должен открыться быть, да? Да. Есть такое дело. Ну, и чао, какао. Юта Зинораптор. Да. Ну, ну, вот так мне больше нравится. С таким вот раскладом. Победа за победой. Хорошо. Ну, нужно кубочки скидывать, чтобы все-таки можно было сражаться 15-м уровнем динозавров. Здесь сражаться не проблема. То есть, это то, чего я хотел. Чтобы у нас был выбор. Был выбор. Так, у нас, смотрите, шустрики все попались. Так, давайте начнем с Гарга. У него броня есть, и он довольно шустрый. Появился кентрозавр. Мы быстрее. Но у них там удары вот эти есть, идиотские, со снижением урона. Он... Это была контратака и токамайзерс. Ух ты ее. Еще и снижение урона. Ну, это хорошо, что мы его так пробили. А то, что-то он так много на себя взял. Так. Ну, ладно. Это не... Ты еще чуть... Может и выживет. Но не два удара. Два удара не потащит. Да. Давайте блюшечку нашу возьмем. Сейчас блю против пиро-раптора. Чао. Чао, мой друг. Одиннадцатый левел всего лишь. Команда рапторов. Собрано. Ну, у меня... У меня кого? Ча... Чарли, да. Броня плюс щит. Снизила скорость. Но это разве хватит? Он очень медленный. Нет. Хватило ему, чтобы походить? А мы снизим ему силу удара. А, больно было. Смотрите, я аж на лапу одну присел. Ну, смотрите. Блу нормально так тащит. Да, она выдерживает. За счет брони, за счет большого количества жизни. Хороший такой раптор. Мне нравится. Так, ну, выпустим обычного раптора. Делаем супер удар, если он вдруг подменится. Вот здесь хотелось бы ударить обычным ударом, да? Но вот часто происходит вот такая вот фигня. И я бы сейчас мог бы и проиграть из-за этого. Если бы я ударил его слабым ударом, он ударил бы меня наскоком, снизил бы мой урон. А я бы его не смог наскоком уже тогда сильно продамажить. Короче, могло бы быть не весело. Так-то у нас 8-часовой инкубатор должен попасться. Да, 8-часовой. Вот такие, в общем-то, дела, ребята. Так что, в общем-то, где прикупить динозавриков, будет ссылочка в описании. И жду вашего отклика по поводу того, нравится ли вам вот такой вот внешний вид, растянутый на весь экран. Ну, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, ребята.